Железнодорожный переезд – один из самых сложных и опасных участков дороги, требующий особого внимания со стороны автовладельцев. Несмотря на все предупреждения, водители зачастую переоценивают свои силы и очень зря. В большинстве случаев движущийся поезд просто не успеет затормозить, что приведет к печальным последствиям. В целях предупреждения несчастных случаев 3 июня было объявлено Международным днем безопасности на железнодорожных переездах. В 2013 году зарегистрировано на территории Тверской области 10 дорожно-транспортных происшествий на ЖД-переездах с участием железнодорожного и автомобильного транспорта. К счастью, в 2013 году люди не погибли. В 2014 году таких дорожно-транспортных происшествий пока не зарегистрировано, но проблема остается и она актуальна. Главной причиной ДТП на переездах является грубое нарушение водительного правил дорожного движения. Автомобилисты выезжают на пути на красный свет, игнорируя предупреждающие звуковые сигналы. Сотрудники ГИБДД совместно с представителями РЖД выбрали для проведения рейда оживленный проезд на Санкт-Петербургском шоссе в районе Горбатого моста, по которому ежедневно проезжает более 30 тысяч автомобилей. Первый нарушитель не заставил себя долго ждать. Когда оттуда выворачиваешь, там машина стояла, я не увидел красную. Вот и все, поэтому так получилось. Шлагба мы открыты были. За доводами в свое оправдание нарушители в карман не лезут. Но забывают, что из-за их невнимательности могут пострадать пассажиры и автомобиля, и поезда. Не прошло и двух минут, как сотрудники ГИБДД поймали еще одного рискового водителя. Там же не было красного цвета, все проезжали. Не знаю, честно говоря, проехался, передо мной две машины еще проехали. Я не знаю, как там светофор поставили. Инспекторы ГИБДД действуют по отработанной схеме. И прежде чем выписать штраф, проводят с нарушителями разъяснительную беседу. Мы управляем автомобилем. В этот момент на что мы должны обращать внимание? В первую очередь дорожные знаки и в первую очередь светофоры. Подъезжаете к железнодорожному переезду. Это что в первую очередь? Это объект повышенной опасности. Естественно, при приближении к нему снижается скорость и повышается бдительность. Правильно? Однако одной беседой организаторы рейда не ограничились. Сотрудники РШД каждому нарушителю выдали памятки, а инспекторы выписали штраф в тысячу рублей. Многочисленные нарушения вызваны не только субъективными, но и объективными причинами. В один голос являются сотрудники железной дороги и инспекторы ГИБДД. Железнодорожные переезды не рассчитаны на такое большое количество машин. В связи с этим на многих из них будет проведена реконструкция. В перспективе идет уход от железнодорожных переездов в одном уровне. Разработана программа, по которой в первую очередь уходят переезды те, которые находятся на высокоскоростном ходу. Это переезд Чуприяновка, который находится в Тверской области. И дальше по интенсивности все переезды, они должны быть в разных уровнях. Это либо путепровод, либо мост, либо тоннель. Пока на территории Двери и Калининского района не появились безопасные переезды, сотрудники ГИБДД в очередной раз просят родителей быть предельно внимательными и не рисковать собственной жизнью. Екатерина Карпова, Виталий Осипов, Рендвайплот. Редактор субтитров А.Семкин